Я являюсь крупнейшим мафиозником. Грабить плохо. Это вредит людям. Это вредит другим? Какая мне разница? Полиция у меня в кармане. И министры у меня в кармане. Мне плевать на других. Полиция у меня на зарплате. То у меня сотни охранников. И все они прячутся за стеной. У меня сотни телохранителей. И у всех есть оружие АК-47. Дай мне одну вескую причину, почему грабить плохо для меня. И я перестану грабить. Поэтому маленький грабитель, как ты, не должен ворвать. А большой мафиозник, как я, может. Добрый вечер, доктор. Я менеджер по продажам в судоходной компании. Если рай и ад существуют, как может в них поверить обычный человек, как я? Я не верю ни в какую религию. Брат задал вопрос. Откуда мне знать, что существует рай и ад? Как обычному человеку поверить в это? И он сказал, что он не верит ни в какие религии. Брат, каково определение религии? Религия — это образ жизни. Как ты живешь свою жизнь? Многие люди говорят, «Я не против, я просто человек, я родился, и я буду учиться на ошибках. И я научусь, как правильно жить жизнь». Я приведу тебе пример. Ты идешь в лес. Ты идешь в лес впервые. И ты не можешь отличить ядовитые фрукты и ягоды от неядовитых. Если ты начнешь есть любые фрукты, в итоге ты можешь съесть ядовитый фрукт, и ты можешь умереть. В этом случае что ты будешь делать? Ты спросишь специалиста, не так ли? Когда заболеваешь, кому ты идешь, брат? Когда ты болен, кому ты идешь? К доктору. Почему? Потому что доктор является специалистом в лечении болезней. Правильно? Ты ведь не будешь говорить, «Я человек, я буду лечить себя сам». Нет. Это то, что говорит Коран в Суре Анахль. Коран говорит в 16-й Суре Анахль в 43-м аяте и в 20-й Суре Амбья в 7-м аяте. Спросите обладателей напоминания, если вы не знаете. И также в нашей жизни мы должны спрашивать специалистов. Кто специалист? Кто является специалистом? Это тот, кто создал нас. Это всемогущий Бог. Поэтому мы должны следовать заповедям всемогущего Бога. Если ты не веришь в Бога, ты должен послушать мою видеокассету, «Является ли Коран словом Бога?» где я логически и научно доказал существование Аллаха. Если же ты атеист... Ты атеист, брат? Ты атеист? Извините, я говорю, ты атеист? Нет, нет, я не атеист. Так кто ты? Ты веришь в Бога? На самом деле я верю в силу, но... Хорошо. Это значит, что ты веришь в Бога. Хочешь, можешь назвать это силой. Если хочешь, можешь назвать это сверхъестественным. Значит, ты веришь в Бога. Это как будто я верю во что-то. Ты веришь во что-то, но ты не знаешь его имя. Его имя — это Бог. Ты можешь назвать это силой, ты можешь назвать это что-то. Если ты не веришь в Бога, тогда ты должен послушать мою видеокассету, «Является ли Коран словом Бога?» Если тебе интересно, кто является этой силой, ты также можешь послушать мою видеокассету, где я научно доказал несомненное существование Аллаха, и что Коран — это слово всемогущего Аллаха. Теперь, подходя к твоему вопросу, если ты веришь в силу, это означает, что ты веришь в религию. Потому что религия, согласно Оксфордскому словарю, означает вера в сверхъестественную силу, осуществляющую контроль. То есть, это сила. Это означает, что ты веришь в религию. Религия, согласно Оксфордскому словарю, означает вера в сверхъестественную силу, осуществляющую контроль, персональный Бог или Боги, которые заслуживают повиновения и поклонения. Что означает, что ты веришь в религию, но ты просто не знаешь определения религии. Поэтому не говори «Я не верю в религию». Религия — это английское слово, брат. Религия — это английское слово. Если ты откроешь Оксфордский словарь, он говорит, что религия означает вера в сверхъестественную контролирующую силу. И ты веришь в силу. Или персонального Бога, или богов, которые заслуживают повиновения и поклонения. Чтобы узнать больше о нем, ты можешь посмотреть мою видеокассету. И теперь, переходя к твоему основному вопросу, как мне доказать, что существует ад и рай. Если ты слушал мою видеокассету, ты узнаешь, что я доказал много научных аспектов в Коране. И если ты используешь науку к Корану, то мы узнаем, что бы ни говорилось в Коране сегодня, 80% из них можно на 100% доказать, что они верны с научной точки зрения. Коран говорит о различных научных фактах, которые мы узнали недавно. К примеру, он говорит об астрономии. Он говорит о сферической форме Земли. Он говорит о большом взрыве. Он говорит о свете Луны, что это не ее собственный, а отраженный свет. Он говорит о круговороте воды. Он говорит о биологии. Он говорит о ботанике. Он говорит о зоологии. Говорит об эмбриологии. Все эти вещи. Сегодня, в век науки и технологии, если ты используешь этот тест науки к Корану, то мы узнаем, что бы ни говорилось в Коране сегодня, 80% из них можно на 100% доказать, что они верны с научной точки зрения. А остальные 20% неизвестны. Неверно, не неверно. И из этих 20% нет ни одного процента, неверно с которых было доказано. Это научный факт. Это неизвестно. Поэтому моя логика говорит мне, когда 80% на 100% верны, и из 20% оставшихся, нет ни одного процента, неверно с которых было доказано. Моя логика говорит, что, иншаллах, даже эти 20% окажутся верными. Это логичное убеждение. Я как медицинский доктор. Коран говорит об астрономии, эмбриологии, генетике, все идеально. И потом ты говоришь мне, брат, ты как доктор, ты серьезно веришь в рай и ад? Ты веришь в джиннов? Ты веришь в жизнь после смерти? Так что моя логика говорит, иншаллах, даже остальные 20% Корана также окажутся верными. Наука еще не достигла такого уровня. Наука не может доказать это. Может быть, докажет через 10 или 50 лет спустя. Но сегодня наука не достигла этого уровня. Поэтому я верю, что эти 20%, верность и неверность которых наука не доказала, иншаллах, даже они будут правильными. Это один из способов доказать существование рая и ада. Но есть и другой способ, простой способ, без чтения Корана. Брат, я задам тебе простой вопрос. Грабить и воровать хорошо или плохо? Грабить хорошо или плохо? Грабить плохо. Да, плохо. Насиловать девушек хорошо или плохо? Не-не, плохо. Плохо, плохо. Ладно. Сейчас я задам тебе вопрос. Логически, давай представим, что я являюсь крупнейшим мафиозником. Гипотетически, я большой, крупный грабитель. Ты докажи мне логически и научно. Я очень логичный и научный человек. Я логичный и научный человек. Докажи мне, почему грабить плохо для меня, и я перестану грабить. Дай мне только одну причину. Дай мне одну вескую причину, почему грабить плохо для меня, и я перестану грабить. Это вредит другим. Это вредит людям. Это вредит другим? Какая мне разница? Если я ограблю, если я ограблю тысячу реалов, это выгодно мне. Я могу смотреть кино, я могу поехать в пятизвездочный отель. Какое мне дело, что другим больно? Ведь мне не больно. Я сказал тебе, докажи мне, почему это плохо для меня. Не для других. Мне плевать на других. Почему это плохо для меня? Если я украду у него тысячу, и ему будет больно, нет проблем. Какая мне разница, если это причиняет боль кому-то другому? Это не повлияет на меня. Я могу веселиться, я могу смотреть кино, я могу кушать курицу брьяни. Я прошу тебя дать мне одну логическую причину, почему это плохо для меня. Не для других. Я большой мафиозник. Я влиятельный. И я научный и логичный человек. Назови мне одну логическую причину, почему воровство это плохо, и я перестану воровать. Давай. Еще одна попытка, брат. Попробуй еще раз. Давай. Еще одна попытка. Почему это плохо? Нет ответа. Нет ответа. Попробуй, попробуй. Есть 20 или 30 причин, которые ты можешь назвать. Знаете, на самом деле, вы сказали, религия это образ жизни. Не религия. Скажи мне, почему воровство это плохо. Пока оставь религию. Но я подхожу к сути. Нет, скажи мне сначала, почему воровство это плохо. И мы вернемся к твоей мысли. Таков образ жизни. Не образ жизни. Скажи мне, почему грабить плохо, по твоему мнению. Почему это плохо для меня, и я перестану воровать. Знаете, по моему мнению, это ранит других. Но какая мне разница, когда больно другим. Мне это не больно. Конечно. Знаете, почему это плохо для меня, а не почему это плохо для других. Но когда мы выходим в общество, знаете, мы должны встречаться с ними. Хорошо. Я вышел в общество и встретился с ними лицом к лицу. И что? Вот я столкнулся с ними. Почему это плохо для меня? Общество не будет уважать вас. Какая у меня разница, уважают ли они меня или нет. Я ведь могу есть курицу Брияни, и я могу смотреть фильмы, и я могу жить в пятизвездочном отеле. Мне поровну, уважает ли меня общество или нет. Представь себе человека, которого уважает общество, а у него даже нет еды, чтобы прожить. Будет ли он счастлив? Нет. Тебе нужна еда, чтобы жить. Тебе нужна еда, чтобы выжить. Какая разница, если человек умирает от голода, и его уважает общество? Знаешь, в Индии тысячи людей умирает от голода. Что это значит? Я спрашиваю тебя, назови мне одну вескую причину, почему грабить плохо, и я перестану грабить. Почему это плохо для меня? Может, кто-нибудь поможет ему? Почему грабить это плохо? Почему воровать это плохо? Есть разные ответы. Я помогу тебе. Ты можешь сказать, полиция поймает тебя. Хорошая и логическая причина. Полиция придет и поймает тебя. Это правильно? Да. А, но ты не давал ответ. Я помогаю тебе. Но, брат, я же говорил тебе, я влиятельный мафиозник. Полиция у меня в кармане, и министры у меня в кармане. Я большой мафиозник. Ты знаешь, большие мафиозники управляют полицией. Полиция у меня на зарплате. Кто может поймать меня? Маленький грабитель, как ты, не должен воровать. Тебя сразу арестуют. А я наверху мафии. Полиция у меня на зарплате. Даже министры у меня на зарплате. Они у меня в кармане. Поэтому, маленький грабитель, как ты, не должен воровать. А большой мафиозник, как я, может. И еще одна причина. Я помогу тебе. Ты можешь сказать, может быть, кто-нибудь придет и ограбит меня. Да, но никто не может ограбить меня, потому что у меня сотни охранников, и все они прячутся за стеной. Если маленький грабитель как ты украдет, кто-нибудь может прийти и украсть у тебя. Но у меня сотни телохранителей, и у всех есть оружие АК-47. Поэтому логически ты никак не докажешь, что грабить и воровать это плохо. Со всей своей наукой и технологией ты не можешь доказать, что грабить это плохо. Значит, вы говорите, что ад используется для устрашения людей? Что если они сделают плохие вещи, они попадут в него после смерти? Если они сделают плохие вещи, откуда ты знаешь, что грабить и воровать это плохо? Сначала докажи, что это неправильно. Где сказано, что воровать это плохо? Ты не доказал мне, что воровать это неправильно. Когда ты докажешь, что грабить и воровать неправильно, только тогда ты можешь говорить, не делай плохих вещей. Поэтому, чтобы узнать, что хорошо и что плохо, тебе нужен Создатель, который скажет тебе. Тебе ведь нужен врач, чтобы сказать тебе, какая еда полезная, а какая вредная. Этот фрукт ядовитый, а этот полезный. Яблоко полезно для тебя, а дикие ягоды вредные для тебя. Это доктор говорит тебе. И нет лучшего доктора, чем Аллах Субхану Ха Тааля. Я спрашиваю тебя, брат. Логически говоря, у этого мафиозника есть телохранители. Никто не может причинить ему вред. И поверь мне, есть много примеров, что подобные люди умирали очень комфортной и легкой смертью. Но сейчас я задам тебе простой вопрос. Брат, ты не думаешь, что должна быть справедливость? Брат, да, справедливость. Кто-то ведь должен наказать его, разве нет? Но есть закон. Но закон не может наказать каждого человека, не так ли? В Италии есть много мафии. И в Индии есть много людей из преступного мира. И закон ничего им не может сделать. Потому что закон у них в кармане. Но ты, как обычный человек, не думаешь ли ты, что они должны быть наказаны? Изнасилование – это хорошо или плохо? Есть много преступников, которые насилуют. Они насилуют девушек. И ничего не происходит. Закон не может их поймать. Так что не думаешь ли ты, что они должны быть наказаны? Да или нет? Да. Но ты видишь много людей в нашем мире, большие мафиозники, которые умирают в комфорте. Они умирают богатыми, и они умирают миллионерами. Ведь должна быть какая-то справедливость. И ответ дан Создателям в Суре Аль-Имран в 185-м аяте. Аллах говорит. Каждая душа вкусит смерть. Но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. А земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением. Если нет жизни после смерти, эта жизнь несправедлива. Мы говорим, что абсолютная справедливость будет в судный день. Наш Создатель, всемогущий Бог, совершит правосудие. Я скажу этому мафиознику. Хорошо, ты можешь быть большим грабителем. Например, ты мафиозник, а я мусульманин. И никто не может причинить тебе вред. Полиция у тебя в кармане. И я спросил тебя, должна ли быть справедливость. И ты ответил, да. Но если кто-то ограбит тебя, я согласен, что никто не может тебя ограбить. Но разве ты не думаешь, что должна быть справедливость? Есть много грабителей, есть много зла, есть много преступников, которые остаются безнаказанными, если только нет жизни после смерти. Ты не можешь доказать, что ворвать – это плохо. И ты не можешь доказать, что изнасилование – это плохо, если только нет жизни после смерти. Ни человек, ни книга человечества, ни мать Тереза, ни Махатма Ганди не могут доказать, что воровать это плохо, без концепции жизни после смерти. Поэтому я задам тебе вопрос. Гитлер. История Гитлера говорит нам, что Гитлер сжег 6 миллионов евреев. Сколько евреев? 6 миллионов. 6 миллионов. Предположим, что закон поймал Гитлера. Какое наказание ты можешь дать Гитлеру, чтобы компенсировать то, что он сжег 6 миллионов евреев заживо? Какое наказание ты ему дашь? Брат, мы должны посадить его в тюрьму пожизненно. Хорошо, но будет ли это эквивалентно сожжению 6 миллионов евреев? Лучше сожжение или посадить в тюрьму? Конечно, сожжение лучше. Конечно. Значит, максимум, что ты можешь сделать, это сжечь его до смерти. Но это будет равно одной жизни из 6 миллионов. А что насчет оставшихся 5 миллионов 999 тысяч 999 человек? Что насчет них? Какую справедливость может дать твой закон? Но Коран говорит в Суре Анисе, глава 4, аят 56. Воистину, тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожжем в огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Если Гитлер убил 6 миллионов евреев, Аллах говорит, что он может сжечь его в адском огне, снова и снова, давая ему новую кожу 6 миллионов раз. Аллах может сжечь его, не здесь, а в судный день в аду. Поэтому единственный способ остановить человека от убийства 6 миллионов евреев – сказать ему, что Аллах сожжет тебя 12 миллионов раз в последней жизни. Ты не можешь дать ему справедливое наказание здесь. И то, что мы понимаем, что без концепции рая и ада вы не можете доказать, что грабить плохо. И вы не можете доказать, что изнасилование плохо. Это причина, по которой наш Создатель, Всемогущий Бог, который создал людей, говорит нам, что хорошо и что плохо для нас. Он рассказывает нам правила и положения. Это называется религией. Поэтому сначала вы должны выяснить, какая книга является подлинной книгой, которая была ниспослана этим всемогущим Богом. И когда вы проведете исследование, вы придете к ней. И это Коран. Все писания говорят о Всемогущем Боге. И все писания указывают на последнее и заключительное откровение Коран. И последнего и заключительного посланника, пророка Мухаммада Мирьямо. Надеюсь, я ответил на вопрос. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой телеграм-канал, так как в свете последних событий YouTube может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на YouTube. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.